Генеральный партнер программы новости – торгово-развлекательный центр «Алиса». Всегда удачный шоппинг в центре города. Эфир канал РЕН-ТВ продолжает новости Анапа-регион в студии Ирины Меркурьева. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Инвестиционный форум Сочи открыл новые перспективы для Анапы. Инвентаризация земельных участков и генплан города. Мэр Анапы Сергей Сергеев продолжает наводить порядок в документах и в системе. Мусорные площадки еврообразца. Порядок начинается с мелочей. Об этих и других событиях расскажем прямо сейчас. На 12-м Сочинском международном инвестиционном форуме Анапа подписала важные соглашения. Курорт будет развиваться, увеличится и его экономический потенциал. Подписаны крупные соглашения по развитию Анапского аэропорта, по строительству жилых комплексов, строительству овощехранилища, винного шато и реконструкции санатория Мотылёк. Обо всем подробнее в нашем сюжете из Сочи. На международном инвестиционном форуме в Сочи специалисты Анапской делегации подписали ряд важных инвестиционных соглашений. Свои инвестиционные возможности город-курорт презентовал сразу на двух площадках. В общем павильоне, где расположились все муниципалитеты Кубани и в выставочном зале, где были собраны лучшие предложения Краснодарского края для инвесторов России и зарубежья. Большой интерес вызвали анапские проекты по строительству новых жилых микрорайонов с развитой инфраструктурой и социальными объектами. На это обратили внимание во время обхода павильонов вице-премьер российского правительства Ольга Голодец и вице-губернатор Кубани Галина Золина. Они отметили, что очень важно, чтобы при проектировании новых микрорайонов сразу учитывалось наличие социальных объектов. Предложения Анапы, как пояснили разработчики проектов, соответствуют этим требованиям. Мэр Анапы Сергей Сергеев на форуме подписал ряд договоров и успешно провел несколько переговоров с инвесторами. Одно из самых важных соглашений, заключенных в Сочи, между администрацией Анапы и компанией Базл Аэра. В рамках соглашения Базл Аэра осуществит строительство нового аэровокзального комплекса рядом с действующим аэропортом Анапа. Ориентировочный срок реализации проекта – три года. Администрация города-курорта Анапа, согласно соглашению, будет содействовать в решении административных вопросов, в том числе в предоставлении земельного участка, подготовке документации, необходимой для реализации проекта, а также в подключении объектов строительства к объектам инженерной инфраструктуры города. Новый комплекс планируют двухэтажным. Его площадь составит 9 тысяч квадратных метров, а пропускная способность – до 700 пассажиров в час. Терминал будет обслуживать внутренние воздушные линии. Здание действующего аэропорта переоборудуются в терминал международных авиалиний. Ввод нового терминала в эксплуатацию увеличит площадь аэровокзального комплекса почти в три раза. Общая площадь нового аэропорта составит 14 тысяч квадратных метров. Пропускная способность в 2015 году увеличится до 1100 пассажиров в час. Новый аэровокзал будет соответствовать всем новым техническим требованиям. В нем будут использованы энергосберегающие технологии и экологически безопасные материалы. Комплекс оборудуют современной техникой, обеспечивающей безопасность и комфорт пассажиров, сотрудников аэропорта, экипажей воздушных судов и техники. Во время строительства нового терминала международный аэропорт Анапа продолжит работу в обычном режиме. Строительство нового терминала по соседству с действующим. Сегодня аэропорт пропускает в час порядка 700 человек. И при строительстве нового терминала мы только что подписали соглашение с руководителем. У нас есть новая полоса взлетная, новый перрон. И при строительстве нового терминала пропускная способность увеличится еще на порядок. И наш аэропорт приблизится к миллионникам. На форуме мэра Анапы Сергей Сергеев, вице-губернатор Николай Бутурлакин, министр курортов и туризма Евгений Куделя и инвесторы подписали ряд инвестиционных соглашений, касающихся развития Анапы. О строительстве новых санаторно-курортных учреждений и рекреационно-развлекательного центра, жилых комплексов и микрорайонов, овощехранилища, так необходимого фермерам и сельхозпредприятиям Анапы и винного шато. Как отмечает глава курорта Сергей Сергеев, Анапа в этом году представила на форуме самые реальные инвестиционные проекты и площадки, обеспеченные землей. Инвесторам предложены реальные перспективы, а также помощь в решении конкретных задач при реализации проектов. Инвестиционный потенциал Анапы бизнес оценил рублем. Из 26 проектов, представленных курортом на форуме, за три дня были подписаны соглашения по 11. Сумма инвестиций составила 5 миллиардов 721 миллион, а значит уже в ближайшее время на курорте начнется их реализация, что несомненно повысит экономический потенциал кубанского курорта и его туристическую привлекательность.